А теперь давайте посмотрим, как мы с вами удаляем наши объекты. У нас же имеются наши объекты, которые программа сама сгенерировала, и я хочу от них избавиться. Давайте посмотрим, как мы все это делаем. Прежде всего, немножко слов про выделение. Хотя само выделение и выбор объектов мы будем рассматривать в отдельном видео, сейчас нам это понадобится. Прежде всего, убедитесь, что у вас в панели инструментов, вот здесь, отображается специальный инструмент, который носит название Select Box, или выделение прямоугольника. Просто нам сейчас либо этот инструмент будет нужен, либо самый верхний, так называемый твик. Просто обратите на это внимание. Сейчас у меня выделен вот этот кубик, он у нас подсвечен, то есть он у нас выбран. Мы можем снять это выделение, щелкнув в любом свободном месте. Если мне данный кубик будет не нужен, я его выделяю, выбираю, щелкаю по нему. Он у нас также подсвечен будет и в нашем аутлайнере. И не забывайте, наш аутлайнер мы тоже можем использовать для выделения, выбора объектов, а также их здесь же также и удалять. Мы его выбрали и нажимаем просто клавишу Delete на клавиатуре. Тем самым данный объект будет удален. Чтобы отменить действие, мы можем воспользоваться пунктом меню Edit, отмены действия или комбинация клавиш Ctrl плюс Z. Также здесь у нас имеется специальное, небольшое, можно сказать, подменю повторить определенные действия в истории. Это наша история. Если мы по этой кнопке щелкнем, то у нас отобразится последовательность тех действий, которые мы делали. Вот здесь сейчас написано Delete. Это последняя наша операция. Мы можем вернуться к первоначальному варианту, например, выбрав пункт оригинал. И мы вернемся к нашей вот этой сцене, которая сейчас в данный момент была в самом начале. Просто обратите на это внимание. Теперь давайте посмотрим, как мы еще можем с вами удалять наш объект. Мы можем его выбрать, чтобы он был подсвечен, щелкнуть по нему. Далее правой кнопкой и найти в контекстном меню пункт под названием Delete. Тем самым мы его также с вами удалим. Отмену действия Ctrl Z. И еще самый тоже, я считаю, удобный способ, это когда мы с вами удаляем нажатием клавиши X, то есть перекрестием нашим. Находим клавишу X, наш объект выделен, подсвечен и просто нажимаем X. И подтверждаем. Чтобы подтвердить, можно нажать клавишу Enter или просто навестись, не снимая вот с этого блока, подтвердить левой кнопкой мыши. Мы удалим объект. Отменно Ctrl Z. Чем удобно использовать X? Например, я вдруг передумал удалять объект. Я просто сдвигаю мышь и все. И объект наш не удаляется. Это такая небольшая защита. Обратите на это внимание. Когда мы с вами отменяем действия, мы с вами идем по такому списку отмены действий. По умолчанию у нас 32 шага отмены действия. Если мы с вами посмотрим снова в пункт меню Edit, в нашу историю, то как раз здесь мы с вами особо ничего не делали. Просто либо удаляли, либо выбирали, либо могли возвратиться к первоначальному оригинальному виду нашей в данный момент сцены. Но если мы бы работали со сложным объектом, здесь был бы достаточно большой список различных наших действий, которые мы можем с вами соответственно отменить и вернуться к какому-то итогу предыдущему. Если нам, например, будет не хватать 32 шага, то мы можем все это изменить в наших настройках программы. Нужно найти пункт, который относится к системным настройкам. Вот она система. И вот здесь есть шаги отмены, которые мы можем с вами здесь поменять. Это количество отменяемых действий. Чем меньше, тем больше экономится памяти. Здесь как раз есть подсказка на русском языке. Когда мы работаем со сложными объектами и, соответственно, что-то делаем такое серьезное, можно повысить эти шаги, например, в два раза. Ограничением здесь является, если не ошибаюсь, 256. Вот. Ну, 256, мне кажется, это многовато. Ну, кому как. Щелкаем правой кнопкой по этому полю и сбрасываем значение по умолчанию. Это то, что касается именно удаления наших объектов, используя нашу клавиатуру, мышь, а также не забывайте и про отмену действий, если что-то пошло не так. А теперь давайте посмотрим, как мы можем с вами выбрать, выделить все вот эти объекты, которые у нас сейчас присутствуют в сцене, и удалить их. Вы меня можете спросить, а камера и источник света это тоже объекты? Да, это объекты, у которых есть свои свойства. И источник света и камера это разные объекты, и при этом они относятся к разным типам объектов, как и наш куб, который присутствует у нас в сцене. Не забывайте, что куб это мэш-объект. Что такое мэш-объект мы будем выяснять в отдельном видео, и как он вообще устроен. А сейчас для нас важно удалить все эти объекты в сцене. Как это сделать? Их нужно выбрать, выделить. Для этого у нас имеется специальный пункт меню, Select. Если мы по нему щелкнем, то нас встречают две команды. Первая команда позволяет нам выделить все видимые объекты сцены, или английская буковка А. А вторая команда позволяет снять это выделение. Alt плюс А. Обратите внимание, что сочетание Alt с разными нашими клавишами чаще всего позволяет сбросить или отменить некое действие. Вот теперь давайте выберем, выделим все эти объекты. Просто нажмем английскую буковку А. И мы их выберем. Чтобы снять выделение, нажмите Alt плюс А. И выделение будет снято. В программе Blender еще можно снимать выделение немножко другим способом. Давайте снова выберем их, выделим, нажмем А, выбрать все. И если мы два раза очень быстро нажмем буковку А, то наше выделение будет снято. И нам не нужно будет с вами тянуться за Alt. Достаточно удобно. Но нам нужно все-таки их выбрать. Нажимаем А, а далее несколько вариантов. Давайте просто щелкнем правой кнопкой мыши и найдем пункт под названием Delete. И мы с вами очистили нашу сцену. А теперь посмотрите на нашу очищенную сцену. Как бы актеры ушли, съемочная бригада тоже ушла, все очистилось. Она у нас просто пустая. И посмотрите на наш аутлайнер, он тоже пустой. То есть, когда мы с вами удалили объекты, из аутлайнера они также удалились. Или наоборот, если мы их удалили бы в аутлайнере, они также удалились бы из нашей сцены. Так как наш аутлайнер, наш в некотором смысле такой навигатор, или его еще называют даже планировщик, это наша сцена, но в которой наши объекты представлены в виде списка. Помните, я об этом говорил? А теперь давайте посмотрим повнимательнее вообще на наше вот это пространство, на эту сцену. Поворачивать мы ее можем, но а смысл? У нас все пусто. Единственное, что здесь у нас осталось, это вот этот интересный элемент, который носит название 3D-курсор. С ним мы будем знакомиться на протяжении всего нашего блендера, и будем рассматривать его более подробно. Сейчас для нас 3D-курсор – это элемент в нашем трехмерном пространстве, который указывает на то место, где будет добавлен новый объект. Почему именно 3D-курсор? Но дело в том, что в обычной нашей жизни, когда мы работаем с нашим компьютером, у нас есть наш мышиный курсор. Вот он. А мы работаем в трехмерном пространстве. И нам нужен для этого трехмерного пространства немножко другой курсор, трехмерный. И при этом не забывайте, он присутствует здесь, на панели инструментов. Это еще раз подтверждает его важную роль при работе. И наш 3D-курсор размещается в центре наших системы координат в данный момент. Чтобы лучше понимать это, давайте я на секундочку просто отключу несколько элементов оверлея. Отключим нашу вот эту сетку, пол, и даже можем скрыть эти оси, чтобы вы видели наш 3D-курсор. Также его здесь же, используя оверлей, тоже можно скрыть. Но в данный момент он нам нужен. Мы его оставляем. И обратно включим наши оси и отображение нашего пола. Ну, так называемый вот этот пол, где находится вот эта сетка. Теперь давайте просто добавим наш объект. Как вы думаете, как мы добавляем наши объекты? Дело в том, что если мы посмотрим на специальный пункт меню «Добавить», то у нас как раз здесь есть сочетание клавиш «Shift» плюс «A». Ну, на английском языке вот это слово «Add» или «Add», «Добавить» очень сопоставимо с нашим обычным словом «Add». Вот как раз в нашем «АДу» находятся все наши необходимые грешники, которых мы будем отсюда с вами вытаскивать и с ними работать. Вот наш огромный персональный ад, который здесь будет. Это действительно ад, потому что со всем этим нужно научиться работать и уметь с этим работать. Здесь есть наша знакомая камера, источник света. Можем даже создать свою собственную звезду по имени Солнце. Никаких проблем. Добавление изображений в качестве, например, референса, текста и знакомый уже пункт, который носит название «Mesh». Что такое Mesh-объект, его структуру мы будем рассматривать в отдельном видео. И тогда мы и познакомимся вообще, что это такое. И здесь как раз у нас есть тот список, который нам будет сегодня нужен. Это набор готовых таких Mesh-объектов, примитивов, которые здесь имеются. Как я уже сказал, объектов в программе Blender много. Есть определенные объекты, например, математические объекты. К ним относятся наши кривые, например, кривая без Е, а также и нурпс, так называемые бисплайны. Это тема отдельная, и она достаточно серьезная. Но нас сейчас интересуют только вот эти Mesh-объекты. И здесь мы можем найти наш знакомый кубик. Создать Mesh-куб. Давайте просто по нему здесь щелкнем. И в результате наш кубик будет добавляться в то место, где сейчас находится 3D-курсор. А он находится в центре нашего мира. В некотором смысле нашей вот этой сцены. А давайте сделаем следующее. Сместим этот 3D-курсор. Как это сделать, мы пока что еще не знаем, так как мы не рассматривали инструменты, которые работают с этим 3D-курсором. Ну, соответственно, и нашу полку инструментов, которая здесь присутствует. И дополнительные две наши панели. Сделаем это немножко по-другому. Дело в том, что мы с вами используем левую кнопку для выбора. Ну, так как мы с вами определились, что именно в начале, когда только начали рассматривать Blender, мы с вами все наши объекты выбираем, и не только объекты, именно левой кнопкой мыши. А вот если мы с вами зажмем клавишу Shift, будем ее держать, не отпускать, а далее наведемся на какой-то, например, участок, место нашего пространства, например, давайте вот здесь сделаем, и щелкнем правой кнопкой мыши, то вот именно в это место мы с вами переместим наш 3D-курсор. При этом мы можем с вами держать наш Shift, зажатым на клавиатуре, зажать правую кнопку мыши, держать, не отпускать, и наш 3D-курсор будет находиться там, где находится наш и машинный курсор. То есть мы можем двигать и перемещать. Ну, давайте вернем опять же вот сюда. И вот только теперь давайте добавим наш объект куб. Но добавим теперь, используя вот эту горячую комбинацию клавиш. Если вдруг забыли, навелись и посмотрели эту комбинацию. Не забывайте, что все клавиши отображаются и дублируются именно в различных наших меню. Если вдруг забыли, всегда можно найти и посмотреть эту комбинацию. А также выполняйте разные действия в блендере, поначалу, используя как пункты меню, а потом уже полностью перейдете на сочетание горячих клавиш. Именно горячие клавиши являются важным аспектом в изучении блендер. И в основном все здесь делается на них. Просто учитывайте. И вот только теперь мы нажимаем Shift-A. У нас появляется знакомое наше меню. Выбираем здесь куб. И посмотрите, где теперь у нас находится наш кубик. Сместим снова наш 3D-курсор. Shift. Правая кнопка. Например, вот сюда. И выполним то же самое. Shift-A. Ну давайте добавим объект немножко другой. Например, UV-сфера. Это что-то наподобие глобуса. Вы, наверное, уже обратили внимание, когда мы с вами добавляем наши объекты, у нас появляется вот такое небольшое здесь менюшка. Крохотное. Сейчас я сдвину отображение на другую сторону. Клавишу, чтобы они нам не мешали. И смотрите, вот это специальное менюшка носит название «Операция последнего действия», можно так сказать. Или «Настройки последнего действия». Что это такое? Дело в том, что когда мы с вами работаем с нашим объектом, мы можем его здесь настроить перед тем, как мы с ним дальше будем работать и его манипулировать. Вот это наше окошко, оно позволяет изменить наш объект, наш примитив, так, как нам будет нужно. Ну, есть настроить его первоначально. И уже потом, если уж мы захотим его дальше редактировать и изменять, вот к этому окну мы уже вернуться с вами не сможем. Это как прыжок с парашюта. То есть, когда мы с вами уже находимся на борту самолета, открывается люк, мы прыгаем, все, мы уже прыгнули. Единственное, что остается в конце, это «Delete». Ну, или перейти в режим редактирования. Наподобие. Сейчас мы к этому еще вернемся. Вот если это окошко у вас скрыто, то зайдите в пункт меню «Вид» и поставьте вот здесь галочку «Adjust last operation». Или вот эта последняя операция. Если она скрыта, ставим галочку. И вот это окошко или вот эта менюшка отображается. Ну, ее еще называют «Панель», если более правильно. Ее также можно минимизировать. Дополнительно, эта панель, если она скрыта, ее можно отобразить немножко другим способом, используя пункт меню «Edit». Вот она. «Adjust last operation» или «F9». «Показать параметры последнего выполненного действия». И нажимаем на клавиатуре «F9». И она у нас появляется. И вот здесь мы уже можем настроить наш объект. Но еще раз подчеркиваю, мы можем с вами изменять наш объект только до тех пор, пока мы не начнем с ним взаимодействовать и его трансформировать. Как только мы его начнем трансформировать, к этому меню мы уже вернуться не сможем. Но к этому мы еще вернемся на протяжении наших видео. А теперь давайте все сделаем то же самое, что мы делали. То есть добавим наши объекты и немножко их рассмотрим. И разместим их на нашей 3D-сцене. А теперь давайте как раз удалим все эти объекты. Выделим их, нажмем «А» английское на клавиатуре. Далее «Х» и просто их удалим. Но наш 3D-курсор остался вот здесь. А я его хочу перенеместить в самый наш центр системы координат, как он и был первоначально. Как же нам это сделать с вами? Мы можем, конечно, попытаться это сделать вручную, но это будет не лучший результат. Давайте посмотрим, как его можно очень быстро переместить в центр системы координат. У нас имеется специальный пункт меню «Object», «Объект». Далее «Snap». И вот здесь есть пункт «Курсор» «to world origin», то есть переместить 3D-курсор в центр координат. Можно выполнить вот эту команду. А можно сделать немножко побыстрее, воспользоваться еще одним пай меню. Полностью рассматривать это пай меню не будем. Это оставим для какого-нибудь отдельного видео. Нажмем сейчас «Shift» и «S» английское. И у нас появляется пай меню пункта «Объекта» «Snap». Вот он. Находим здесь пункт, который носит название «Cursor to world origin», то есть переместить 3D-курсор в центр координат. И наш 3D-курсор вот сюда тоже переместится уже. При этом мы могли его переместить еще другим немножко способом. Давайте сделаем следующее. Мы его сдвинем опять, например, вот так. С «Shift» и правой кнопкой мыши. И зайдем в пункт меню «Вид». Здесь найдем команду, которую носит название. Вот она. «Center», «Cursor» и «Frame all». То есть показывает все объекты и перемещает курсор в центр системы координат. «Shift-C». Давайте нажмем «Shift-C». Так как у нас объектов нет, у нас просто переместится наш 3D-курсор в центр системы координат. А вот если у нас здесь бы в сцене были различные объекты, и мы нажали бы «Shift» плюс «C», то мы как раз бы их все здесь увидели. Обратите на это внимание. Это мы обязательно попробуем в отдельном из видео, где будет уже наше большое количество объектов, и вы поймете, как все это работает. Команда полезная «Shift» плюс «C». И не забывайте еще про точку. А теперь поехали. Что нам будет нужно? Просто добавлять различные объекты и их смещать. А теперь давайте просто добавлять различные наши меш-объекты в сцену и на них взглянем. Сделаем такие смотрины, просто на них посмотрим, так как с ними часто придется работать. Делаем следующее. Чтобы добавить объект, можем нажать «Shift» плюс «A». У нас появляется наше вот это меню «Добавить» или «Зайти вот сюда». Это выбор за вами. Можем сделать еще по-другому. Найти, например, наш пункт «Mesh» вот здесь. Щелкнуть правой кнопкой мыши. Добавить фавориты. И теперь при нажатии клавиши «Q» у нас появляется наше быстрое меню с этим пунктом. Чтобы отсюда вот этот пункт удалить, щелкните по нему правой кнопкой мыши «Удалить». Или наведитесь там, где он имеется. Вот, например, вот здесь. Так мы его добавляли. Мы его можем удалить из наших фаворитов теперь. Обратите на это внимание. Теперь как раз нам нужно добавить различные наши объекты. Нажимаем в данный момент, в моем случае, я нажимаю «Q». И у нас здесь они уже весь список. Добавляем кубик. Появляется наша панелька меню «Последние операции». Раскрываем список. Здесь можем настроить размер. Сделать, например, побольше или поменьше. По умолчанию 2 метра. Сдвинем наш объект, например, по оси «Х». Здесь можно сдвигать по трем осям, а также вращать. Сдвигаем по оси «Х». Вот она, например, в сторону. Вот таким образом. Если вы вдруг, например, случайно щелкнули где-то не там, например, вот так, а вам еще нужно настроить этот объект, а последней операцией, которая у нас здесь была, это добавление куба. И мы можем еще вернуться вот к этому окошку. Например, я хочу что-то изменить. Например, сделать другие немножко было размеры. То можно поступить разными способами. Зайти в пункт меню «Вид». Снять галочку напротив последней операции, заново ее поставить. И вот наше снова меню. Или перейти в меню «Edit», нажать клавишу либо «F9», либо отсюда его вызвать. Все то же самое. Это на всякий случай, если вдруг понадобится. Теперь как раз давайте будем добавлять другие объекты. Нажимаем «Q». Добавим, например, окружность. Вот она. Из нашей окружности мы в любой момент можем, например, сделать треугольник. Изменить можем радиус. И также давайте сдвинем. Например, вот сюда ее. Добавим наш, например, «Ювисферу». Здесь можно изменять количество сегментов, колец этих и получать уже не сферу, а что-то иное. Сдвинем, например, в сторону. Экосфера. Она у нас состоит из треугольничков. Опять же, обязательно подвигайте все вот эти бегунки и ползунки. Сдвинем ее по оси «Y». Например, вот сюда. Цилиндр. Все то же самое. Посмотрите, как мы можем изменять все это дело и как это все влияет. Сдвигаем по оси «Y». Вот сюда. Для чего мы смещаем? Дело в том, что наши объекты добавляются в одном и том же месте. И мы смещаем для того, чтобы как бы один объект не получилось так, что внутри него как бы создается другой объект. Ну, то есть не внутри него, а на том же самом месте. И у нас получается такое наслаивание наших объектов. Добавляем наш конус. Давайте из него пирамидку сделаем. Здесь сделаем четыре вершины в основании. Так-так-так-так. Например, вот такую. Можно даже ее сделать, вот такую усеченную пирамидку. И сдвинем тоже в сторону, например, по оси, по оси X. Далее у нас остаются парочку там еще объектов. Давайте посмотрим, что у нас осталось. Это у нас торус. Мы его тоже... Это наш бублик, тор. Мы можем с вами его здесь настраивать. Посмотрите, что можно делать из него. Также можно изменить размер. И сдвинем тоже, наверное, в сторону. По оси, наверное, X тоже. Где-то вот так сделаем. У нас остается еще сетка. Но сетка, она в данный момент у нас будет отображена, как и обычная плоскость. Так как сетка просто у нас подразделена. К этим различным объектам и как их использовать, и где использовать, мы будем их рассматривать, Blender, и, соответственно, будем их применять. И там их... Про них немножко более подробно посмотрим. Как с этими объектами вообще работать и их использовать. Ну и давайте добавим нашу Сюзанну. Немножко сделаем ее побольше. Она у нас будет 3 метра с половиной, даже больше. И, в принципе, остается добавить плоскость. Давайте последнюю нашу плоскость добавим. Вот она. И изменим ее размер здесь по максимуму. Пусть будет вот так. Я специально это сейчас делаю. Сейчас мы одну вещь сейчас провернем. И ее немножечко опустим по оси Z. Давайте вот так вниз. Например. И смотрите, что мы сейчас делаем. Мы сейчас щелкнем в любом пространстве, чтобы сняли выделение. Какой последний объект мы с вами добавили? Это вот эту плоскость. То есть, если я, например, вот та же вот выберу нашу обезьянку или вот наш кубик и вызову нашу вот эту последнюю операцию, меню, параметры последнего выполненного действия, то у нас появится здесь пункт именно добавления плоскости. И вот нашу плоскость, которую мы с вами только что с ней работали, мы здесь ее еще можем изменять. Обратите на это внимание. Она у нас, как говорится, последняя была. Если мы с вами сейчас перейдем на какой-нибудь инструмент перемещения, давайте возьмем наш кубик. Мы сейчас еще инструмент перемещения, мы с вами их не рассматривали, наши инструменты, но мы сейчас на него просто переключимся и сдвинем, например, вот так, кубик, то посмотрите, какое окошко здесь появляется. Уже перемещение, то есть это другое действие. И мы уже к настройкам нашей вот этой плоскости вернуться последней не сможем, так как мы уже с вами используем другое действие или другую операцию, которая носит название перемещение. Просто обратите на это внимание. Ко всем этим вещам будем возвращаться, и вы поймете. А теперь сделаем вот что. Немножко отдохнем. Разместимся так, чтобы мы находились прям сверху над этой плоскостью. Это важно. Я вернусь снова в режим выделения. Сделаем следующее. Мы с вами... Давайте посмотрим еще раз, как работает точка. Но мы не будем использовать точку, а мы сделаем немножко другое. Мы сейчас нажмем знак наш тильда, или там, где находятся гравис и буковка Йо. И будем использовать вот это специальное наше меню. Выделим, например, наш куб и перейдем к нашему выбранному. Вот так. Отдалимся. Выделим, например, вот здесь наш цилиндр и перейдем к нему. Точно так же попробуйте с точкой. Нажмите точку на нампаде, и мы переместимся к нашему объекту. Давайте немножко отдалим нашу сцену. Как-нибудь, не знаю, вот так. Нажмем Home и потренируемся к отображению нашей всей сцены. Помните, когда, если что, потерялись? Нажмите Home. Так же еще можно сделать следующую вещь. Когда мы с вами работаем, например, если та же сцена, например, так сдвинута, мы можем нажать Shift-C. Помните? Эта же команда возвращает наш курсор 3D в центр системы координат. Ну а теперь действительно давайте разместимся вот так. И сделаем вот что. Перейдем в наши настройки программы. Находим пункт, который носит название «Навигация». Здесь нам нужно то, что относится к гравитации, поставить вот здесь галочку. По умолчанию она у нас здесь не стоит. Мы ее поставим. И смотрите, что мы сейчас с вами получим. Помните, как мы делали и осматривали сцену? У нас имеется навигация. Вот специальная наша прогулка. Вот она. Прогулка. Мы нажимаем эту кнопку и двигаем немножко мышью. И мы падаем на нашу плоскость. Посмотрите. Теперь мы используем клавиши, которые напишутся на статусной строке для перемещения, чтобы прыгать в V. Ой, чтобы прыгать в V. Обычная V. Виктория. И мы можем с вами перемещаться. Походить здесь. Даже попытаться забраться на пирамиду. Если мы подойдем к краю нашей плоскости, то мы с вами упадем фактически как бы в бездну. И будем падать, 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 падать до бесконечности. Чтобы прекратить это действие, нажимаем левую кнопку мыши. Чтобы вернуться туда-обратно, можем нажать Home в данный момент. Здесь можно нажать и Shift-C. Ну или соответственно Home. Это один из вариантов тоже использования. Не забывайте наши навигации. А на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.